Древняя бамбуковая моделька, я которую показывал, пробивает перегородку, чуть меньше диаметра для губ. Различные пластиковые модельки сейчас сделаю. Гнутые пластиковые диджериды вообще бывают до 3 метров в длину, и проблема в том, что себя не слышно, когда играешь. Это примерно с метр, но благодаря тому, что скручено, растрот находится возле уха, себя хорошо слышно, и заодно, почему ее назвали диджериду. Диджериду ее назвали европейцы, когда впервые увидели, услышали этот инструмент. У австралийских племен различные названия, самые распространенные и даки, а диджериду ее назвали по созвучию. Один из традиционных ритмов звучит как... Ну и по созвучию, похоже, придумали такое слово, которое ничего не обозначает, просто похоже на имитацию ритма. Другой, один из древнейших инструментов, в каком-то виде присутствующий у многих народов мира, варган, хамус, камус, дырымба, у разных народов разное название. По форме это рама и язычок, сам по себе практически не звучит. Прикладывайте к зубам, рот как резонатор, то же самое, дыхание, движение языка, все меняет звучание. Разные модельки по-разному звучат, покажу сам маленький, сам большой, какие есть у меня. Так вообще, потом можно будет сюда подойти, посмотреть. Различные по форме, у каждой модели свой звук, сам маленький. Самый большой. Есть тройное крепление язычка, довольно-таки широкое основание. Зубы это кости черепа, вибрация передается в голову. То есть вибрация, она есть у всех варганов. Если будете играть первый раз, то вы ее как бы ощутите. Потом как бы уже эта вибрация не ощущается, но от этого варгана я хоть и недавно играю, вибрация ощущается. Если смотреть на аналоговый телевизор и играть на этом варгане, как будто идут помехи. То есть настолько трясется голова, что невозможно сфокусировать внимание. Также при игре на варгане задействована диафрагма. Приходится дышать диафрагмой. На диафрагме расположены практически все внутренние органы. И получается такой легкий самомассаж. Викторы разновидности. Вьетнамский данмоя. Пластинчатый варган. Здесь прямо в корпусе вырезан язычок. Его к зубам прикладывать не надо. Просто к открытому рту рот такие же функции, как и резонатор выполняет. По такому же принципу китайский каусян. Несколько лепестков, вырезанные язычки к открытому рту. Будет интересно, потом сюда подойдете, посмотрите. Будут внутренние наборы. К перкуссии переходим. Бубен, народы севера. В процессе рассказа я буду делать какой-то упор на звукотерапию, потому что я еще занимаюсь звукотерапией. Поэтому буду некоторые инструменты проносить, чтобы вы почувствовали, что кроме звука есть еще некоторая вибрационная волна ощутимая. Корпус выполнен из дерева натянутой кожи. Звук. Джемби. Африканский барабан. Корпус выполнен из цельного куска дерева. Кожа веревками натянут. По центру более низкий звук. Ближе к краю более высокий. Африканский глиняный барабан УДУ. Из глины выполнен корпус. Несколько отверстий. Сбоку снизу тоже самое. Кожа веревками натянут. При закрывании отверстий меняется звук. При игре можно использовать отверстия. Можно использовать корпус. Такой более универсальный. Африканский инструмент. Ассалаты. И как перкуссия можно ритм. И как шейкер. Тибетский поющий чаш. Из названия чаши поют. Здесь я показываю как чаши воздействуют на жидкость. Чаши поют и без воды. Это наглядное воздействие на жидкость. Так как человек на 80% стоит из жидкости. Чаши используют в том числе в массажах. Думаю, бесконтактно вы почувствовали вибрацию. Также это может быть контактно. То есть чаши прикладываются к телу. Свободно перемещаются. В классическом массаже есть прием вибрации, которые чаши выполняют механически. Я думаю, видно, как вибрируют стенки чаши. Также воздействие звуком. У нас звукотерапия официальной медицины не признана. Но разные звуки по-разному воздействуют на организм. Это целый комплект чаш. Используется для массажа и медитации. Сейчас мы просто послушаем, как они звучат. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Коротал или тянькша используется в начале и в конце процедуры массажа или медитации. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Считается, что звук поющих чаш защищает пространство. Жидкости меняют структуру, структурируются в процессе такого воздействия. Прием массажа, вибрация, он как бы широко описан в литературе. Кому интересно, можно почитать более подробно. Если своими словами, то расслабляющее воздействие на глубокие слои. Гонг, гонги появились в Китае, тоже довольно-таки древний инструмент. Именно эта модель сделана мастером, который делает поющий чаш. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виллы, плоские колокола. Использовались на Руси для подачи сигналов. Также бывают храмовые, бывают оркестровые, настроенные на определенные ноты. Именно эта модель для звукотерапии. То есть здесь изображены чакры, и они имеют калонную частоту, на которой должна вибрировать чакра у здорового человека. В случае каких-то отклонений, биллы как камертон подсказывают здоровые вибрации, организм сонастраивается. То есть при использовании в определенном порядке можно воздействовать на чакральную систему человека. Сейчас мы их просто послушаем, как они звучат. Тихо. Некоторые инструменты, имитирующие звуки природы. Шум грома. О, посох дождя. Я уже в порядке рассказа. Вот он, шум грома. Посох дождя показал. То, что у нас постоянно гремит, это музыка ветра. Можете качнуть. Язычок. Качнуть они делают. Ну, теперь переходим к более современным музыкальным инструментам. Хэппи-драма или в простонародье глюкофон. Класс. Или пальцами, или палцами. аналог металлофона или дешевый аналог вот этого музыкального инструмента инструмент называется ханг драм придуманный в 2000-х годах в швейцарии то есть довольно таки новый инструмент какому-то этносу не относятся на основе различной перкуссии в том числе поющих чаш сделали такой музыкальный инструмент каждое поле это разная нотка посередине немного другая моделька здесь как буду сделано отверстие вместо басовой такой кнопочки все все показал рассказал что хотите можно потрогать только как бы за